И снова здравия соратники! Сегодня второй ролик, продолжение первого ролика про троллей. И главное в этом продолжении, вот ну, хотел действительно продолжить, но необходимо еще немножко прояснить несколько позиций по поводу первой части. Несмотря на затянутое там вступление, я думаю, что он все-таки информативен. И я там выделил несколько главных вещей, по которым можно сжато определить тролля. Первое, это, конечно же, ссылки на официальную историю в подтверждении своей позиции и на так называемые священные тексты Библии. Это не то, что тролли, это просто, ну, не наш человек, потому что главный критерий не нашего человека — отсутствие самостоятельного мышления. Я думаю, у этих людей нет будущего просто-напросто. Как и все религиозники, так и не наши люди и откровенные враги, которые работают на врага сами, не понимая этого. Перефразируя Петрова, я кратко скажу, что каждый человек в меру своего понимания работает на себя. В меру непонимания не на того, кто понимает больше, а на врага. Потому что, безусловно, полнотой информации в нашей существующей системе обладает только враг. И он заставляет людей действовать против себя и против человечества, против таких же, как-то. Он манипулирует, у него нет понятия добро, зло, у него есть понятие полезно или нет. Добро и зло, вспоминаем вот этот вот шахматный пол везде, равенство добра и зла, светлого и чёрного, и белого и так далее. И главный критерий всё-таки это отсутствие кратического мышления. Враг навязывает нам и образованием, и всей системой, что нужно просто повиноваться, не имея своего мнения. Для этого и, собственно, всё общество строится по этому же принципу. И религии в этом очень хорошо помогают. Поэтому всё-таки первый критерий того, что человек для нас практически бесполезен, либо ограниченно полезен в деле освобождения человечества, это ссылки на так называемую Библию. Потому что, ну, человек, который верит, что после смерти в бою против таких же, как он, или не в бою просто, его ждут 72 девственницы гурии, на мой взгляд, просто заслуживает снисходительного взгляда, как минимум. Потому что если человек даже не спрашивает, откуда, и проверяет, был ли кто-то, и как построены эти здания, которые ему сказали, что эти здания только для помолиться, невозможные технологии, если он верит официальной истории, и не спрашивает, зачем ему 72 женщины в мире, где нет ничего материального. Я уточню, даже пиписьки нет материальный вопрос, зачем ему там 72 женщины. И неужели рай не сводится к вот этому уровню, к половому? То же самое мне непонятно позиция других религиозников, которые считают себя избранными. Вот просто, просто по факту рождения. Вот родился, и вот ты вот такой весь такой красивый и умный, просто потому что ты красивый и умный. Но в то же время они ждут прихода человека, который выдаст им по 2800 рабов. Ну, напомню, во-первых, раб это тот человек, за которого нужно думать. Мне, например, рабы не нужны, я сам могу думать и сам все делать. Зачем мне еще заботиться о тех, у кого нет своей воли? Ну, раб-невольник. То есть я должен его накормить, я должен ему предоставить жилье и так далее. Ну, ладно. А зачем кому-то рабы? Что этот человек не умеет сам делать? То есть в туалет не может сходить без рабов? Да, аж 2800. Куда? То есть эти люди, получается, неизбранные, а наоборот, какие-то неполноценные, что без рабов им не живется? И вот я не понимаю, таким образом, а к чему все это? То же самое люди, которые говорят о том, что человек умер, якобы искупив наши грехи, там, купил, убивал, там, грабил и прочее, воровал, оказывается, человек в прошлом это все уже искупил, это раз. Второе. Этот человек не умер, а воскрес для того, чтобы вознестись. То есть, получается, умер для того, чтобы умереть. Где логика, я не знаю. Но пока вот мне на эти простые вопросы, не говоря уже о технических, с какой Божьей помощью там построены некоторые сооружения, допустим, собор в Питере и так далее, самый большой и так далее. Это первый критерий. Отсылка к священным каким-то книгам. Любой религиозник, на мой взгляд, потерянный человек. Потому что одно дело, просто ему так сказали, и он не думает. Другое, просто ты ему рассказал, что что-то не так. И он продолжает в этом всем оставаться. И я к этому перейду. По-моему, вот есть такие люди, которые даже, немножко двуличные, даже делая ролики, сами остаются вот в этой системе ценностей, остаются обманутыми и приняли, не отказались от этой системы. Религиозно. Я говорю о Макарове к Евгению, мы перейдем, наверное, в конце этого ролика. Второе. Это отношение к уколам. Магическим, очень популярным уколом. Если человек ничего не говорит про свою позицию по отношению к этому, это уже говорит об этом человеке, об этом канале. Вот я к чему говорю. Вот один из первых комментариев, сразу я выложил на YouTube ролик. И говорит, канал только в плюс рассказывает про эгрегориальное взаимодействие, существование матрицы системы, энергообмен, гавах и так далее. Ну да, все верно, но лучший способ соврать, это сказать почти всю правду. Так вот, он очень многое не рассказал, поэтому я вынужден делать экскурс вот по этому комментарию. И я прокомментирую, почему я все-таки, может быть, не всем понятна позиция, только в плюс, но помимо многого-многого правдивого, все до кого не дошло, он откровенную ложь говорит. И вот я продемонстрирую. Он говорит, что наш враг это некий зверь, нематериальный, и он где-то на других планетах, потому что у него есть ролики. Сейчас. Возраст последней перезагрузки очень-очень давно. Бог это женщина, например. Вот, порталы чужих. Поломали орешник. У него называется ролик любой практически одним способом, а по сути совершенно про другое говорит. И в частности, вот он называет, и я сейчас покажу, это еще один критерий, несоответствие названия и содержания ролика. И он, мало того, что у него там есть откровенные глазики, откровенные рассказы про некий улей, он кодами бомбит, по сути, не объясняя, к чему это и что это и откуда. Он откровенно утверждает, что бог это не мужчины вообще не имеет пола. В частности, вот смотрим. Просто нам сразу на старте при построении иллюзорной матрицы задали неправильный вектор, внеся в наше сознание ключевую ошибку. Ведь законы мироздания являются природными, естественными, поэтому они работают везде и всегда. Пока все верно. Ну вот послушаем. Создание чего-либо для рождения новой жизни обязательно участие двух созидающих сил разного потенциала. Инь, ян, женского, мужского. А какой мыслеобраз рисуется в голове у современного человека при слове бог? Бородатый дядечка на облаке. Вот вам и ответ. Пока мы не исправим этот перекос сознания и не начнем понимать, что истинный творец не имеет пола, а является гармоничным, сбалансированным, активным состоянием двух сил, которые условно и можно обозначить как мужское и женское, мы будем продолжать топтаться на месте. Пока во всех молитвах мира обращение к высшей силе будет только как отец, вычеркивая значимое женское начало, нам будет трудно освободиться. А ведь вернусь... Молиться-то отцу, можно и молиться и мать сырой земле, но это другой вопрос. Изначально ложь, лучший способ соврать, как Петров говорил, это разделить правду на ложь, а ложь на две части и одну часть лжи назвать правдой. Вот он это и делает классически. Бог — это не мужское и женское, не тело какое-то. И он сейчас нам сказали, часть врага сказала, что Бог — это некое тело, дедушка на солнышке, на облачке, неважно. А он идет дальше, он опровергает уже эту ложь, он борется в ложной, скажем так, дихотомии, ну, двойной системе. А истина немножко объемная, она немножко иная. И вот тут он утверждает, что Бог, по сути, это женщина, крепче брони не найти. Вот и получилось, что мы говорим со своим отцом, о твари везде для себя рисуют образ матери, причем искажая ее различными способами. Для себя, да, то есть вот Бог — это женщина и наш образ, нашей женщины, по сути, исказили. Причем какие-то ссылки, опять на какие-то святые писания, еще один признак тролля, который в глаза никто не видел, сам не читал в оригинале, но он на них ссылается в подтверждении своих слов. духовное космическое начало, чистое сознание. Пуруши являются вечными, их основные свойства — отсутствие свойств. В первоначальном учении присутствовал тезис о множественности пуруш, так называемой пуруша-бахутван, тогда как в позднейших трактатах провозглашался уже принцип единого пуруши. Пракрити, означающая изначальную природу, материальную первопричину вселенной, считается женским основополагающим элементом, контактирующим с мужским элементом. Ну, это все верно, но он очень хорошо и хитро это подводит под то, что все-таки бог — это женщина. Субстанция инь взращивает. Субстанция ян трансформирует дыхание, ци, а субстанция инь формирует телесную форму. Олицетворение активного начала — солнце, свет, огонь — желтый цвет. Олицетворение пассивного начала — луна, тьма, вода — голубой цвет. Еще одна небольшая цитата о связи и взаимодействии женского и мужского. Им то, что надо практиковать именно в эпоху жизни каждого конкретного поколения адептов. Теперь, через современных учителей Пхайрава и Кали дают людям древнее откровение, насыщенное новой силой. Мы медитируем на смотрящую на нас миллионами глаз, искрящуюся бешеным светом бездну, на неограниченную и неисчерпаемую, но все же проявляющуюся для нас в своей прекрасной форме черной Пхайрави. Это речь о Кали. В сумерках и под покровом ночи — которую иногда делают. Ну просто люди задают вопрос, не поняв сути, как глубоко все это запутано. Ну, это тренировка для логики. Пусть каждый делает выводы самостоятельно. — Друзья, простите за этот крупный план, за походные условия съемки, но очень хочется выпустить ролик побыстрее, поэтому выводы, итоги, финалочку вот буду записывать. — Наверное, стоит послушать. — Договориться с колес прямо, пока еду на студию. Ролики длинные, но что делать? Им это нужно. — Итак, обряд 2017 года на Грэмми и 21 года на Муз-ТВ. По-другому называть это, кроме как словом обряд, я даже и не могу. Зачем? Цели и задачи. Как мне кажется, эти действия были произведены для того, чтобы создать, укрепить, подсадить, как говорится, на энергетический крючок еще не рожденных детей. — Спорно, но, допустим, пока все верно. Да, выкачка, подключение, бомбардировка кодами, которые он сам и производит. В том числе, просто демонстрируя их. А вот дальше самое интересное. — Если Бьенсе делала это целенаправленно по отношению к своей двойне, которая была беременна в этот период, родила в скорости мальчик и девочка. Она является адептом системы, она это не скрывает вместе со своим мужем. Они постоянно с и символами, и действиями. — Ну да, как и все, символизм будет их падением, один глаз, и Бьенсе туда же кучу символик показывала. Да, бомбардирует тех, кто смотрит и подключает. Да, все верно. А вот дальше. — Это подтверждают и не делают из этого большой тайны. Она частенько являлась, как говорится, таким громкоговорителем некоторых деклараций и меморандумов через ее творчество это делалось. Так вот, она это делала действительно целенаправленно, осознанно для своих детей. Ну, то, что дети будут в системе, это понятно. Помните, я говорил всегда о том, что даже какая-то клановость у них существует, перерождение в определенных семьях. Вполне возможно, мы здесь как раз это и наблюдаем. Что же касается московского обряда, то можно предположить, что это было тайное действие, призванное выполнить те же цели, а тайное оно было в первую очередь от родителей девочки. Не знаю, как сам принц, но, возможно, Меган даже не посвящена то есть он начал с того, что Бог все-таки женщина рассказал и в конце сказал, что рождение девочки, то есть как бы никакой связи, на самом деле он начал с одного и закончил все это. Вот промежуток можно убрать, а вообще логическая связь есть. Может быть, это мои домыслы, может быть, он действительно искренне заблуждается, рассказывая про улей, про муравейники, про то, что чужие где-то далеко, что перезагрузка так называемая была очень далеко, но вот здесь он откровенно врет. Понял. Типа наш враг это некий зверь, он имеет нематериальную природу и вот он открыто это сказал. Во-первых, большинство фантастических причин всевозможных событий прошлого и настоящего придуманы самим зверем. НЛО. СОГЛАСИН. Вот он начинает почти всегда с правды, потом то, чтобы забить сознание, вот все ролики так и сделаны информационным многообразием, если не сказать мусором, и дальше больше. А в конце тот вывод, который он хочет внедрить, а потом полирнуть чем-нибудь хорошим, позитивом. Условно это можно назвать бутеброд с говном. То есть сначала один слой нормальный, потом что-нибудь промежуточное для перехода, вот потом вот то, что хочет внедрить, ну классика НЛП, кто занимался, изучал, и затем уже что-то хорошее, позитивное, чтобы запомнился именно это, а в подсознании, прошедшее в подсознании информация, как бы стерлось из сознания. Ну классика, классика. Зеленые человечки, плоская земля, луна-голограмма и многое другое. Это самая удачная маскировка и ширма. И пока мы в поисках истины тонем в конспирологии, он удачно прячется от нас в этом тумане. Даже когда мы на... Все верно пока. ...натыкаемся на него, десятки других теорий быстро разворачивают нас в сторону, а он остается невидимкой. Во-вторых, его главная цель в любом спровоцированном им действии убедить нас, что мы это сделали сами. Ну или, по крайней мере, это произошло по естественным, независимым ни от чего причинам. В-третьих, у человечества и зверя практически не было прямых конфронтаций или реальных боевых действий. За небольшой... Вот... Практически не было. Это все-таки не было или было? Практически не было. Два вторжения, я... Ну, о них знаю, их можно доказать. Все ролики на канале Цельнозор есть подтверждение. Так все-таки, кто нас разбомбил-то? Почему он об этом ничего не говорит? Почему он не говорит реально о закопанных этажах? Польз... Забалтывая тему. Как и исторический вольнодомец, которым я подойду. Сейчас. Дальше. С лучшим локальным исключением. Этот вывод можно сделать, осознав значение предыдущих двух. В-четвертых, зверь... Что значит предыдущих двух? Каких? Что он заболтал, значит, не было бы столкновений. Чушь. И просто притягивание фактов. В рамках формальной логики все это хорошо отметается. Его... Да и многое можно вывести на чистую воду и понять. Понять, как нас водят за нос. прячет знания и информацию, мотивируя это перед власть придержащими, с которыми он контакт... Власть придержащий и есть те, кто придерживает информацию. И они часть врага, но далеко не зверя. Он отделяет ту власть, которая есть сейчас, типа это все мы сами, и некого мифического зверя. Это откровенное вранье. Подтасовка фактов. Тактирует необходимость удержать человечество в узде программируемого управления. Иначе вся система мирового построения рухнет. Позволю себе цитату из фильма, в котором зашифровано много посланий. Матрица — это система. Система — есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов. Системой построил враг. Вот та система человеческая, которую построил враг, не есть враг. Он смешивает эти понятия. Очередная подмена понятий. Работяк, обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди — часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готовы принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. В-пятых. Тоже вроде бы верно, а вот сейчас самое интересное будет. Зверь уязвим, поэтому ему и нужно выполнять четыре первых правила. А как же тогда получилось, что он победил? А чистой победы не было. Наша планета подчиняется законам мироздания. У нее есть определенная цикличность обновлений, которая чаще всего для населяющих ее... Что значит, цикличность обновлений? Что считать обновлением? То что за бред-то? Организмов является катастрофичный. Наши предки знали это, готовились к таким обновлениям, консервируют... Откуда он знает-то? Что знали наши предки? Крое свои знания различными способами. Главная цель... Например. Действие было такова. После катаклизма человечество должно как можно скорее восстановить себя, как цивилизация и... Тогда куда делись все книжки? В той или иной степени написанные примеры работающей технологии. Если они знали так много наши предки, почему они не оставили ничего? И все, как корово языком слезало, все технологии работающие, только камни остались. Все, что к этим камням сверху и внутри, кто-то вытащил. Это явно не катаклизм. И память стер никто. Если люди выжили, значит и память должна была остаться. Продолжить свое развитие. И им это удавалось. Каждый раз... Ну и оплавил колонны тоже не катаклизм. Частично. Все больше и больше минимизируя потери. Следы древних цивилизаций. Пирамиды. Появление Луны. Противометеоритная защита планеты. Полеты в космос и освоение других планет. Мы планомерно шли к решению главной задачи. Остановить череду природных катастроф для человечества. Но, похоже, при этом мы забыли, что нарушим законы Вселенной. А этого делать никак нельзя. А вот что он под этим понимает? Снова какое-то утверждение ни на чем не основанное. И оно ложится в основу следующих фактов. Вот самое интересное, что со зверем не было боестолкновений. А кто ж тогда все расхреначил? Откуда кратеры от взрывов 50-300 мегатонт? Откуда? Откуда оплавленные колонны? Кто стер память? Кто переселил и расселил? Почему Англия стала доминировать в 19 веке? Откуда все технологии появились? Что мы сейчас имеем? Как из табакерки, из ниоткуда. Все старое забыли, новое как появилось. С нуля. Почему мы забыли все технологии? И так далее. Вот. Хороший пример того, как работает враг. То есть люди не до конца поняли и все еще утверждают, что вот этот один из борцов за правду. Белорусские такие. Но я думаю, все очевидно и рано или поздно. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы все придем к общему пониманию. Ибо число не очень сильно, глубоко думающих и не критически мыслящих людей, оно уменьшается. И никаких чужих нет. И улей это все-таки у кого-то в голове, а не некое здание в Белоруссии. Хотя, да, здания есть интересные и напичканные много чем. Просто это нужно понимать всем. Есть улей в при поиске Beehive улей. Здание есть более такое. Знаковое и значащее не только в таймлапсе. Господи, оно же где-то в Новой Зеландии, что ли? Господи, как говорят. Так, где-то, 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 где-то. Вот оно. Wellington Beehive. Я же уже говорил. Так и называется. Улей. Прямо рядом с допотопными зданиями вот это вот улежище стоит. Вот оно. И таких зданий довольно много. Оно не только в Новой Зеландии, но еще много. Вот он. Откровенно. Еще более откровенное здание системы, так называемое. Почему же он не говорит, что о символизме пчелином либо муравьином системы, что его слишком много? Почему он про один глаз не говорит? Эдакий защитник. Ну, просто коммент не могу не осветить. Хотя уже вот снова 23 минуты с чем-то потратил на освещение того, что уже было. За повтор, но приношу извинения. Итак, я примерно вот несколько тут критериев. Это Библия, ссылочка, отсутствие логического мышления, отношение к уколам, отношение к реальной истории, вторжения, например. Это все четкие критерии врага. Следующие это все-таки формы земли, поскольку вот о том, что земля плоская, распиарили идею и люди не хотят мыслить и думать логически. И несоответственно название содержания. казалось бы, причем здесь что общего между вот этим парнем и предыдущим? один в Белоруссии, другой вот где-то в Москве. Символизм будет их падением. Символизм. Он с балкона вещал, а теперь сделал специальную комнату с тремя черными сотами и тут черно-белые соты как символизм определенный. А между ними ромбик положенный на бок, поверженный строй. Удивительное совпадение. Вот, но я не верю в такие совпадения просто. Все это знают. Символизм будет их падение. Мир, который мы потеряли. случайно называют. Назвал это свой ролик так же, как и ролик на канале Цельнозор. Например, вводный ролик Мир, что мы потеряли. Ну и, казалось бы, логика-то какая? катастрофа, о которой молчат историки. Что за катастрофа-то? Вот, по всему ролику один из критериев это несоответствие названия сдержания. Весь ролик болтологии ни о чем. Это канал болталка, цель которого откровенно, на мой взгляд, откровенная цель увести в сторону, заболтать тему. Он ни слова не говорит о ядерных взрывах. Даже в роликах с названиями, которые, в общем-то, о них и должны говорить. Упали до 50 и даже до 30 тысяч просмотров просто, господи, что происходит? Я где-то иск... Ну да, упали просмотры, дальше что? Там, где его нет. Так я там еще показываю уникальные места, через которых ранее даже не был на ютубе. Что вообще происходит? Поэтому сегодня я делаю последнее видео по Египту и всю данную тему закрываю и смотрите, пишите, что нравится. Я хочу посмотреть на реальную живую статистику по Египту и изучение параллельных материалов. Я понял одну вещь. Мы здесь не первые. То есть, та прошлая цивилизация не сильно-менее... То есть, мир, который мы потеряли. Получается, это был наш мир и мы его потеряли. А теперь говорить, что цивилизация все-таки другая. Потом идет очень-очень много рекламы какого-то строительного... строительной фирмы. Чуть ли не треть ролика. Ну ладно, его право. Я думаю, суть глобального мира здесь должна быть вам ясна. Все одинаково жить не будут. Это капитализм, детка. Но определенные атрибуты доступны просто вот... Дальше он говорит избитая истина, которую в сто раз уже все обсуждали. Но, по большей части, это у них не вышло. И только потому, что там жарко, дышать сложно, народу мало и все. Тут и кто-то якобы не разворовал. Дальше он говорит тоже ничего нового практически. Абсолютно известные истины. Ну и сейчас попробую найти интересный момент, где он говорит про... Ну опять классика, классика, да? Много-много съемок, много-много банальщины. Ну а интересно, я сейчас покажу, где он говорит про богов. Гранит мягче диорита, и реально гранит можно тирать диоритом. Все, я с вами полностью согласен. Я даже не буду показывать вот этот саркофаг, в котором в граните мать природа оставила диоритовое пятно. Но это... Да, вроде бы все по делу, да. Антропогенез, конечно, выше всяких похвал. Так косикнули, и что... Ай! Ну просто позор и руколицо. Интересно. Я его уже разбирал, поэтому мы сейчас пойдем дальше. Боссы. Вот у нас есть кусок гранита. И в нем камнем начинали вытирать просто вот отверстие. То есть делали вот так вот, вытирали, 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 вытирали. Дальше шли вот так вот. Чтобы это все не обломилось, они кусок пропускали. Дальше опять продолжали вытирать, 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 вытирать. Как вот к этому-то добраться? Вот как тут углом вытирать? Ну, это он говорит. Это он говорит. Потом опять кусок пропускали и дальше уже завершали. И вот у нас, получается, лежит практически готовый прямоугольный блок, который висит на этих боссах. Дальше этот блок обвязывали. То есть, ну, делали текелаж, чтобы это как-то вытащить. Потом эти сисечки перерубались и блок у нас отделялся от паров. Где он там сисечки нашел? Дальше его вытаскивали, уносили куда надо. И поэтому мы в Египте-то это и видим. Разные блоки непонятной мятой формы. Но откуда ей быть ровной, если у них вот эти круглые шары, они вот так вот все это намазывали, навытягивали. Поэтому, в принципе, да, я согласен. Здесь египтологи правы. Вот, в общем, они так вынимали и тащили. Отсюда у нас мятые камни непонятной формы и в них те самые выступы сисечки босса. Да, остается понять только чем, потому что прям как алмаза, причем с высокой температурой... С высоким количеством оборотов при вращении этого не сделать. А если это расплавлять, то это высокая температура плавления, ну, это нереально. Причем многое по месту. Да, он тоже об этом как-то недоговаривает. Ну, просто говорят, что это нереально. Да, ну, казалось бы. Вроде правду говорит. Во многом. То есть вот у нас ширина, вот у нас размер мятины. То есть, в принципе, как-то вот так, по всей видимости, они его и делали. То есть это даже не вот зачистка шла, они так очищали, как нам хочется в это верить. Они вот... Вот кто как счищал... Ладно, ну, это полбеды. Показывают следы оплавления, но ни слова, чем это были оплавлены, и почему это все черное. Вот следы взрыва, явно. И он об этом ни слова. Все-таки что за катастрофа? То есть их изначально отрезали уже ровными. Все про обработку камня. Камнерезное искусство. Непонятных прошлых других цивилизаций. Не нашей. Вот он говорит одно, назвал так, а в ролике другое. Все-таки не мы потеряем, другая цивилизация. Нечеловеческая. И говорит не о катастрофе, а о камнерезах. В каком литье? Какая примитивных скрипках? Здесь речи идти не может. Хотя, опять же, обратите внимание, технология один в один. Что это, если не признак глобального мира? Это то же самое, что в Африке у кого-нибудь андроид за 100 баксов. А в Америке айфон за 2000 долларов. Но суть действия этих устройств, точка. Причем у нас таких примеров, схожих вещей в разных уголках земного шара просто тысяча. Где-то, как с теми же колоннами, мы можем поспорить и даже довериться официальным историкам. Напомню, все вот такие вот гранитные ништяки, которые валяются по окраинам Питера, это... Я вот только что один из них показал. Все как бы верно, но не показывают некоторых вещей. Вот, вот его сейчас фраза. Здесь еще такая штука, как с телевором. То есть это название, которые держат вот эту вот лапу. Ну, условно, да. То есть здесь показано, то есть он рождается, тогда, когда еще ничего не существует, он рождается во тьме. То есть у них есть такое понятие, как вот эта вот тьма, океан-кум. То есть, не знаю, можно современным языком сказать... Ну, опять же, пиар, трансляция официальных сказок про Египет. Опять же, зачем это нам? И он каждый раз очень много-много говорит про официальную какую-то историю, логику. И потом якобы сомневается в ее реальности. Но цель-то, ну, в мозге-то это зашло. Осознательный газон от людей, которые просто возьмут и перемотают этот бред дальше, мало. Многие слушают. Да, он сетует в начале ролика, что там с 300 тысяч упали до вот 85. Но это, во-первых, все равно много. Во-вторых, ну, просто, видимо, до многих что-то дошло и надоело. Других вещей много. А может быть, прозревает народ. То есть это метафорический срок речь об освещении идет? Он родился в 8-м. То есть метафорический срок речь об освещении идет? Нет, я твоим снимаю. Сто камер у меня. Сфотите, как я сто камер снимаю. По стилю. Дело в том, что по стилю изображения иероглифы, они очень поздние. То есть никак нельзя сказать, что они были отдельные. Откуда она знает, поздние или ранние? Сама помнит. Выполнена. Потому что фигуры, ну, они абсолютно соответствуют к Теремейскому. Иероглифы и фигуры соответствуют. А что ты сказала про рождение Бога во тьме, да? Там, да, там описывается такая тьма, когда вот еще ничего не рождено. И поэтому символически показывают, вот как бы оконтуривают. То есть вот этот кусочек. Где там рассказывается? Она сама читала. На каком? Где она это изучала? Ну, это все в его ролике. Как бы не от него, но он эту информацию преподносит. Причем он не говорит, что не согласен. Как минимум трата времени, мне кажется. Вот такие ролики смотрите. Но я смотрю, чтобы фильтровать. Верит он в богов. По-моему, я тебе все сказал. Не было религии. А вот бог или боги, придуманные в нынешнем виде, которые материально существуют, это все-таки парадигма врага, который нас так или иначе принуждают, сношают, сподвигают. Ну, нет. Священные уреи, у них просто, знаете, разные аспекты. Вообще, все фигуры богов, это... Это все проявления. Верю. А вы свое мнение можете поделиться в комментариях. Просто верить. Этого вполне достаточно. Я, кстати, вот не считаю, что эти огурцы или что это там, похожи на лампочку. Да, умельцы из этого сделали нечто подобное, которое даже светится. И в интернетах есть фотографии. Ну, например, всем известный самолетик, который в итоге построили, он у них даже летал, оказался по факту изображением рыбки. И разбирая все... Так... Куда он это берет изображение рыбки-то? Вынос мозга взялся специально, чтобы именно выключить мозг. Как это все интерпретировать? Мы можем спорить просто до посинения. Я вам в данном видео пытался доказать другое. Мир был единый, глобальный, и путешествия проблем не составляли. Иначе, как они по-другому, обменивались информацией. А это уже противоречит официальной истории и многим вещам, к которым мы привыкли. Но некоторые... Да это все понятно. Кто нас этого мира лишил-то? Минимум три года канала. Три. Он появился примерно в то же время, что и канал Цельнозор. Цельнозор почему-то, мягко говоря, банится. А вот исторический вольнодумец ни разу не сказал, что произошло, почему это произошло, что было дальше. И остается на этой теме. И называют ролики как бы про одно, а по факту они совершенно про другое. Я думаю, все очевидно. Это вот еще одно подтверждение критерий отнесения, по которому можно отнести этот канал к каналу не по делу, который имеет мало пользы. Скажем так. Как бы уделить Турцию и распадать за горами? Тут, по-моему, не про распад Турции сейчас актуален. Да, поэтому делаем выводы. Символизм будут их падением. И помимо символов есть еще другие критерии. Есть еще каналы, которые не успокоились. Отказалось бы. Вот тоже один из критериев. О чем этот ролик? Кто может по названию угадать? Казалось бы. место у богатых людей, потому что огромные финансы это всегда нервяк. Ну, естественно, сейчас из всех утюгов со всеми... Конечно же. Огромные финансы нервяк. Проблемы с этим. Поэтому сейчас такой листопад. И люди типа Ротшильда вдруг массово умирают, самоубийствами кончают, неожиданно, непонятно от чего умирают, их убивают. Причем это массово. Но он... говорит, что я приписываю это все себе. Да не все, во-первых. И не приписываю, мне кажется. Но мотивировка. С одной стороны. Причем здесь я. Вот. Клевашов, Тиняев, Шемчук, Мендер, Астром, Фридом и прочее. Ну, он меня упоминает. Казалось бы. Какого? То же самое. Хейтером. Опять Цельнозор. Все не успокоится. Это было недавно относительно. Он все не успокоится. Вот о чем это? Так не могут. Да и я еще много чего не могу. И даже не... Казалось бы, что вообще между этими людьми? Всеми. Ну, речь идет о каком-то некоем банальном, цирковом практически, трюки, фокусе, карточном, шульдерском. Выпадет то число, которое окажет на десяток, в котором содержится Джокер. Давайте. Десяток Джокер. Ну, он якобы интуиции делает. Ну, и тут он показывает, что у него все это получается. Раз, два, три, три, два, и шесть. К чему это? Четыре. Три, два, шесть и четыре. Даже если найти логику во всем этом, я вот просмотрел сейчас на ролик, ну, допустим, он угадал. Вот тут я вообще не понимаю, как он все это выводит. Вот, где тут элементы мухрижа, но, допустим, он умеет. Есть очень много каналов, где его так называемые экстрасенсорные способности были бы применимы. И он бы намного успешнее продавал свои платные какие-то сеансы, где я вот выложил в ВК, где он призывает. Это одна из техник, не сеансы, а техники, он за деньги продает. И много техник на уровне мысленно обмотать пиписькой вокруг земного шара. Это реально. Он вот такие советы продает за деньги, наверное, тот покупает. Ну, вот я бы хотел дать совет. Перестать упоминать имя цельнозора в Суе, а доказать делом свои экстрасенсорные способности, ибо он себя сугубо как экстрасенс какой-то и преподносит. Я не говорю даже о каналах типа там ТНТ, где есть битва экстрасенсов, и вот туда пойтись, податься. Хотя тоже, наверное, там он мог бы и деньги срубить, и чего-то кому-то доказать. Нет, есть представитель книги рекордов Гиннеса, где есть огромные призы. В одном случае там 3 миллиона, если не ошибаюсь, в другом случае миллион. Человек, который докажет свои экстрасенсорные способности. Там есть определенная методика. Вот иди туда и доказывай, и получай деньги. Есть и такой крутой. Но, по-моему, он около 10 лет уже ведет этот канал. Сейчас попробую посмотреть так. Но ты откуда знаешь, какие у тебя правила? Правильно, ничего не делать своими руками. У них для всего есть орды слуг, нескончаемых саранча, и бегут они всегда качеством, и берут они всегда. Муть какая-то. Вот я и говорю, иди и докажи. Сейчас тут где-то он еще сказал, что 7 лет назад, может быть, и 10 на самом деле, каналу. Так вот, за 10 лет он этого не сделал. Вопрос, что ты сейчас собачишься, чего-то кому доказываешь. Почему ты, ну, 90 или сколько там процентов своих роликов исходит из того, чтобы кому-то что-то доказать. Не смотрите, как я умею. Вот логика этого человека. А вот целеназор так не может, или там еще кто-то так не может. То есть человек, мне кажется, я не психолог, я даже не учусь, но мне кажется, что человек думает, что он чем-то ущербный, и он пытается другим доказать, что другие так не умеют. Вот логика. Не вот чему-то научить, а вот как-то других унизить, ткнуть и так далее. Мол, они так вот с картами обращаться не могут. Иной логики я пока не вижу. Может быть, он как-то объяснит или кто-то другой. Ну, на мой взгляд, это человек-тролль. Он абсолютно не идет дальше. Он считает, что он экстрасенс, но он ничего не говорит про те силы, которые сейчас. Он ничего не заявил про уколы. Он ничего не заявляет про религии, хорошо это или плохо. Он ничего не заявляет про те силы, которые правят нами, скажем так, и устроили весь этот вот замес. Но он всячески пытается унизить других, многих, показав пару карточных фокусов, или даже не пару. Мне кажется, это все, что говорит об этом вот Антонии подобном, или подберезовике, не суть. Просто-напросто это человек, который остался на этом уровне, на уровне карточного шутера. И очень многие его сеансы, его обращения, как сказать, ролики, не суть, его коммуникации с людьми, со зрителями, подсводятся вот к такому, к переругиванию и к кому-то, чему-то, чего-то доказыванию. Вот яркий пример. Количеством и массой, а не качеством. Вот это у частица не просто вылетело. Только если действительно прищемить им что-то там, то тут они начинают действовать сами. Слушай, ты никто, чтобы что-то знать про темных, и чтобы какие-то действительно серьезные темные, или условно говоря, если ты кого-то называешь темными, значит, наверное, ты сам себя считаешь светлым. А чего ты так решился? Скажи мне, пожалуйста. Но это не так. Нет ни светлых, ни темных. Во всех людях им и им есть. Если есть физическое тело, если оно живет, значит, человек стоит и темного, и светлого. И вот это вот, типа, попытка превознести себя, что ты там, типа... Я помню, групповые медитации наверху написано «Поддубного на педофилов». Любая групповая медитация — это, мягко говоря, риск. Да, еще один критерий, там, это уже седьмой получается. До этого было шесть. Канала, который, собственно говоря, вражеский, потому что в нынешних ситуациях любые коллективные медитации, коллективные молитвы, как угодно. Это есть формирование некоего эгрегора информационного пласта, где один может действовать от имени всех. И мало того, что даже я бы не мог поручиться за каждого, кто участвует в некой групповой медитации, групповухе. Как я уже говорил, я против так называемых этих групповых энергетических практик. Совместных. Не говоря о том, что каждый из них, допустим, даже я могу быть уверен в каждом из них, там, не знаю, 10, 20, 50 человек, не суть. Никто не может быть закрыт на 100%. К любому из них можно как-то подключиться до или после, времени нет. После. Давай что-то вместе сделаем, и к любому из них, а через это любого из них можно в момент медитации условно зайти и много чего натворить. А карма будет распределиться на всех. Даже не говоря о том, что участие в какой-то коллективной медитации, это и есть накачка личности и лидера. Поэтому коллективные работы, наличие не идеи во главе человека личного, который ведет, допустим, медитацию, либо просто лидера формального, это и есть признаки секты. Отсутствие объяснения своих действий, либо действия секты, действия лидера. Непонятное, нескладное, запрет на критическое мышление. Это секта. Вот Антон подобную такую секту пытается создать, где абсолютный бред несет без какого-то объяснения, без теории. По секте Токаревой будет отдельный разбор. Она того стоит. Там много чего интересного и много жизни, скажем так, изменено. В хорошую другую сторону это уже не важно. И вот секта подобного или просто подобного, это вот уровень такого карточного непонятно кого, шарлатана, с отключенными комментариями, где он даже критику не позволяет. Ладно бы банил там нещадно. Он просто не позволяет обсуждать. И просто пытается что-то кому-то доказать. И вот большинство вот его таких роликов, это ругань такая вот. Этот воюешь, типа слуг постоянно посылают, ты всех их побеждаешь. И они всегда в больших количествах, поэтому типа с ними трудно. Но вот если ты типа с... Ну, тараканы не могут жить в печени. Тараканы это насекомые в печени. Ну, может, кресты какие-то, какие-то вот такие вот. Ну, паразиты могут жить. Но насекомые и паразиты это чуть-чуть разные. Классы под классы. Хотя от подобного еще. И хотя от подобного. Классный под класс. Какой класс под класс? Это гладкая и тяжелая. Это разные, действительно. Критерии вообще. Идешь эту цитату, пришлешь мне тайм-код, пришиваешь мне ссылку, я тебе плачу деньги. Ну, давай, ну, 40 тысяч. Так же, как у той, лизик, лифановый. Да, причем здесь денежки 40 тысяч. Ты расскажи, что было 200 лет назад, покажи примерок и покажи, как отличить... друга от недруга, от врага, скажем так. Так, все понятно. Заинтересовал бы пациенту. Все верно. Ну, вот-вот-вот. Комменты, с которыми он сейчас ругается, на уровне матов практически, уже говорят его. Вот заинтересовал он кого-то как пациент. Ну, меня он даже как пациент не интересует. Я год назад где-то примерно сделал ролик о нем. С тех пор ничего не изменилось. То есть, ну, критика цельнозора – это все-таки диагноз. По самому интересному... Ну, я всякие прочих троллей, там типа разгадок истории уже говорил, что и как им накручивают просмотры и провалы в земле, потому что вятичи на реке Вятки в Тульской области сильно-сильно выкачивали, какие-то руды добывали. Поэтому сейчас там провалы. Квадрокоптер поснимал, и там 3,6 миллиона просмотров накрутили. И также другие такие, столь же популярные ролики. Мы забыли все, потому что картошка, наверное, картошку едим, и картошка, наверное, нам оплавила, закопала все первые и вторые этажи, стерла память, удалила все книги из истории, придумала новую историю, объяснения религии посадила. И сейчас следит, чтобы мы не устроили справедливое общество. Ну, еще оплавила колонны, конечно, и так далее. Это все картошка. Ну, лень даже. Куда влазить в это вот очередное местечко, скажем так, отхожее. Ну и так далее. Но пик это тельняшка. Тельняшка, который есть куланов. Одним из критерий все-таки будет отношение к реальной истории, и вот, в частности, очередной бред про крепости звезды и про религии. религии. Ну, о куланове и макарове, наверное, в следующей части, потому что сейчас уже я почти час снова говорю о различных, к сожалению, сломанных людях, бывших соратниках, как я думал, макаров соратник, и прочих, прочих, прочих. Вот о куланове и макарове я поговорю чуть позже. Хотя они стоят более-менее полного, полноценного разбора, потому что многие люди спрашивают количество троллей, которые работают на куланово, в основном украинских, и рассылают всем вот эту азбуку истины, просто зашкаливает. и в чем-то я согласен с Дмитрием Пучковым, который помянул его, несмотря на то, что Пучков не углублялся в исследование, не нужно пить все море, чтобы понять, что оно соленое. Хотя я подозреваю, что Пучков нечто подобное и вот так вот не вникая, может и обо мне сказать, но вот тем не менее позволю себе присоединиться к этим мыслям Пучкова. Гоблин иногда жжет. Вы помогаете разным авторам распространять свои книги, их книги. Пригласите к себе. Да, да, все у Куланова очень-очень на коммерческую ногу, на широкую ногу, на коммерческий лад. Помню еще где-то в переписке даже есть, он прислал мне свою книгу PDF. Я говорю, что это ну та же, тоже Фабежет в профиле официальной истории немножко с фантазиями. А про потоп-то что скажешь, кто закопал? Ну, был послан и забанен. Где-то можно посмотреть в ВК. Так вот, Пучков молодец и все правильно сказал. И, да, и, наверное, восьмой критерий это коммерческая часть. Если человек на борьбе за свободу человечества пытается сделать деньги, коммерция, это уже критерий того, что это не наш человек. Куланов делает бабки на этом. Даже если книжка стоит 300 рублей и там ее купили, ну, 100 тысяч человек, это хорошие деньги. Очень. миллионы или даже десятки миллионов рублей, для него это коммерция. Это тоже о чем-то говорит. Я один раз, когда купил, несмотря на то, что я потратил миллионы рублей на ведение канала и уже три года с 20-го года, с июля не работаю, как приехал с Бангладеш, я как-то держусь на старых запасах, но держусь. Я не просил деньги. Один раз я, когда про противовес сделал ролик, попросил компенсировать, потому что там потратил 12 тысяч где-то на покупку этого противовеса, на пересылку, на химанализы и прочее. Пришло около пяти за вот этот после того призыва. Благодарю, но просто он не окупается и на этом я и закончил. Просто посмотреть, как отвлекается. Но кто-то пытается делать деньги на этом всем. Я считаю, что на борьбе делать деньги нельзя. Если на общее дело скинуться, да, какое-то, возможно, допускаю. Нужно там, если у кого-то автора дельного не хватает своих денег на какую-то камеру либо коптер, да, понятно. Но я считаю, это недопустимо. В принципе, это неправильно. Дело не бизнеса на постоянной основе. Помощь допускаю возможно соратникам, но не более. А вот у него именно коммерция. Ну, вот восемь признаков я назвал. Можно законспектировать себе мысленно. Я написал комментарий, кстати. Приветствую. Ну, вот анонсом к следующей части это мнение Пучкова про Куланова, с которым я согласен. Тебе в гости Вячеслава Куланова. Я не знаю Вячеслава Куланова. У него есть книга Азбука из Тины. Из какой Тины? Я вижу, что там с головой у человека нехорошо. В которой он передает нам звания наших предков, полученные им лично от своих дедов. Поздравляю. И когда он получил эти знания от своих дедов? У Вячеслава Куланова есть свой канал, где выложено несколько видеороликов. Очень впечатляет психиатров, наверное. К сожалению, все серьезнее. Как и у плоскоголовых, есть у него и поддержка, и прокачка, и сам бы он такое не придумал. Потому что если придерживаться критериев там рамок формальной логики, ну, во-первых, чувак до минимум 40 лет ничего не говорил, то, что ему дед сказал, не знаю, дед ему тоже почему-то это не сказал ни в 90-х, ни в нулевых, а именно вот в конце десятых, то есть почти там в 20-м году, если округлить, это 75 со время войны, но мой дед 23-го года, например, ему скала примерно одного возраста, допустим, ему 45, примерно, ну, даже если в 20-ти мама родила, или, ну, папа, наверное, постарше, 23 можно добавить, ну, 70, и еще 20 минимум, это деду, хотя, деду, я говорю, у меня 23-го, то есть еще во время войны не до деторождения было, и после мать и отец у меня 47-го, 48-го года, потому что первые годы все-таки тяжелые были, а потом только бэйби-бум пошел, все-таки люди вспомнили, что война выдохнули, война позади, можно все-таки жить и развиваться, и потом это кровавый совок всех садиками обеспечил, и кое-как жильем, и безработицы не было, и так далее, и защитой, и идеей, и самое главное, люди чувствуют, что они нужны, ну, ладно, я отвлекаюсь, так вот, условно, сейчас деду, ну, 80-90, возможно, он был бы еще шрифт, но почему он не рассказал, как ему, дед, куланов, куланов, почему-то он не рассказал, как дед выглядел, чем занимался, и почему дед молчал до этого, и в каком виде он передал, все рассказал, сказки, или все-таки есть какой-то бесменный источник, бесменный источник, почему он не показал его, у меня много вопросов по источнику, почему дед не рассказал ничего про потоп, ну, и обред, который несет, якобы от имени деда, куланов, причем в тельняшке, как мне тут, ну, как в анекдоте вспоминается, батюшка, либо крестик снимите, либо срам прикройте, вот, вот, у куланова куча вопросов, у меня, ты либо тельник с ними, не показывай, что дед сантура, потому что, каким образом тельняшка весомости добавляет его словам, по-моему, тот, что он несет, ничто, даже если он там какую-то тиару оденет, или там, не знаю, сутану, это не добавит весомости, наоборот, он дискредитирует десантные войска, конечно, в нашей жизни много чего, бывает, даже академики, мусульмане, в краповом берете, но это явно не добавляет, скорее, наоборот, дискредитирует, доверие к этим словам, кто-то ему это все висит бред, написал, но к этому мы перейдем чуть позже, ну, а сейчас все-таки про Пучкова, те слова, с которыми я согласен, и мы удалимся на перерыв в третьей части, Главное, все подтверждено фактами, какими фактами, флоту России, какое житие твое, пес смерти, классная интонация, полностью, какие нахрен факты, где факты, где хоть, какие-то личные съемки, больнодомец хоть съемки показывает, чушь несет, но съемки показывает, история Пи, там, по-моему, один или два ролика у него есть, где он там в Смоленск выехал, все остальное, это просто бла-бла-бла. Хорошо. Где у Куланова хоть одна реальная съемка, своя, хоть какие-то свои выводы, хоть какое-то свое изучение, какого-то источника, кроме бреда. Полностью согласен вот с гоблиным Дмитрием Пучковым. Более 300 лет, а флоту Руси более 7 тысяч лет. Это он сам и замерял, или какому флоту-то? Деревянному, что ли? Да, надо же. То есть еще фараоны ничего не построили, а на Руси уже флот был. Ну, как-то так. Это да. Учитывая, что и фараонов так называемых не было, и Русь тоже придумана, так же, как все остальные страны, но в целом про логику Пучкова могу сказать только хорошая. Она есть, это хорошо. Пусть даже в рамках формальной истории, официальной. Вся наша история наврана, а спрятана настоящая быль Руси, и вера наша подменена на рабскую религию с целью порабощения и уничтожения русов. Историк Пыжиков был почти рядом с этими знаниями. Вячеслав Куланов поздно узнал о нем и не успел с ним совместно поработать. Помогите ему в распространении знаний о настоящей нашей вере были в Руси. Это очень поможет нам в борьбе с капитализмом, так как мы вспомним... Капитализм-то при чем? Мы сейчас сами в нем своем предназначении и смысл жизни на земле. Не, ну как бы все верно-то, общие фразы, ну, каждый в своем понимании этих всех фраз. Тут надо обратиться к психиатру. Я здесь бессилен. Абсолютно согласен. И как начинающий, наверное, психиатр, которым просто мне приходится иногда быть во всем этом зоопарке, я полностью присоединюсь к этой тюпочке. Просто какой-то бред. И психиатр все-таки, наверное, нужен. И вот сеанс разбора в том числе и от психиатра, наверное, сделаю в следующей части добра соратники и до встречи в следующей части. Спасибо. Продолжение следует...